Идёмся по коллекции декоративных подсолнухов. Если вы думаете, что подсолнух, он только просто подсолнух есть, то вы ошибаетесь. У подсолнуха масса декоративных форм. Здесь небольшое количество, но оно даст вам понимание того, какие подсолнухи ещё могут быть. Как правило, декоративные формы, они не большие, не крупные. Естественно, семечек вы с них не погрызёте. Это, по-моему, плюшевый мешок. Вот такой вот плюшевый, мокрый. Мокрый, Мишка. Так, вот, малыши. Вот тут что-то покрупнее, повыше, но это пока ещё не зацвело. А вот, малыши, вот они мне по пояс. То есть их можно сажать даже на небольшие клумбочки. И, кстати, не заваливаются они и многоголовые. Видите, вот на одном стебле их несколько. Ага, мне это нравится. Так, идём дальше. Вот, а здесь уже, видите, отцвело. Вот, семечки. Ну, птичкам поклевать хватит. Вот они, миленькие семечки есть. Ага, кстати, можно и взять, наверное. Вот они. Так. Так, интересная форма. Да. Идём дальше. А вот какие. А, кстати, птички уже здесь поклевали. Ага. Ага, всё поклевали. Так. То, что они не поклевали, надо взять. Так. Ага, набрал немножечко. Идём дальше. Ой, какой красивый. Необычный очень. Ну вот. А вот. А здесь уже почти отцвело. Так. А вот этот подсолнечник, на чём он похож? На цветущий топинамбур. А, ну, правильно. Конечно, похож. Ведь топинамбур и подсолнечник – это самые близкие братья. Вообще, есть между ними гибрид, и называется он тописолнечник. Так что в мире подсолнечников тоже много интересного. Так. На радость людям и воробьям. И воробьям. Тут не только щеглы, снегири, овсянки. Тут у нас птичье царство вообще. Вот тут сейчас много народа нет. А вечером, когда идёшь, смотришь, тут просто стаями летают. Даже до перепёлки бегают. И перепёлки? Да. А глухари? Нет, нет. Глухари нет. А перепёлки бегают. Один раз прям по аллее гуляли. Скажите спасибо, что страусы не забегали. Страусов мы любим тоже. Но не заходят почему-то. Да.